Имеется целый класс алгоритмов, для которых довольно сложно определить поведение на пустом списке. Например, это алгоритмы поиска наибольшего и наименьшего значения в списке. Действительно, если список состоит из чисел, то как нам найти наименьшее или наибольшее значение пустого списка? Непонятно, какое значение в этом случае нужно вернуть. Как вести себя в подобных случаях? Для этого определены функции, похожие на левую и правую свертку, но имеющие немножко другое поведение. Эти функции называются foldl и folder1, а суффикс 1 добавлен к имени функции. Эти функции ведут себя следующим образом. Они на пустом списке возвращают нам сообщение об ошибке, а в качестве инициализирующего значения используют, соответственно, правая свертка, последний элемент списка, а левая свертка, первый элемент списка. Давайте посмотрим, как это реализовано на примерах. Функции, о которых идет речь, называются так же, как folder и foldl, но имеют в имени суффикс 1. Подчеркиваю тем самым, что они начинаются с одного элемента. Поскольку в качестве инициализирующего значения используется элемент этого списка, то тип функции немножко более мономорфен. В предыдущем случае инициализирующее значение было произвольного типа, и могло не совпадать с типом элемента списка. В нашем же случае одно и другое совпадают, и тип элемента списка, и тип инициализирующего значения. Поэтому сворачивающая функция, это функция, которая параметризована всего лишь одним произвольным типом А, и, соответственно, тип результата нашей свертки ограниченной версии, этой свертки, совпадает с типом элемента списка. Давайте посмотрим, как реализована правая свертка. Правая свертка сделана следующим образом. Естественно, что на одноэлементном списке мы возвращаем этот элемент. Это и есть инициализирующее значение, и одновременно это естественные терминирующие условия для рекурсии. Если же у нас список содержит не один элемент, то есть остальные варианты. Либо список содержит больше одного элемента, первое уравнение покрывает случай одного элемента, либо список не содержит А элементов. В случае, если список не содержит элементов, мы, естественно, возвращаем сообщение об ошибке, потому что эта версия свертки не предназначена для пустых списков. Если же список содержит более одного элемента, то мы отделяем голову списка и выполняем стандартную работу, которую выполняет правая свертка, повторяя тем самым реализацию правой свертки. То есть мы сворачиваем с помощью нашей функции f значение x и рекурсивный вызов нашей функции свертки на хвосте списка. Так работает функция правой свертки. Функция левой свертки с суффиксом единицы реализована немножко по-другому. По-прежнему для случая пустого списка у нас возвращается сообщение об ошибке. Однако для случая не пустого списка ничего дополнительно писать не надо. Мы просто объявляем эту функцию нерекурсивно. Мы вызываем настоящую левую свертку, полноценную левую свертку без суффикса единицы, передавая туда f, x и хвост нашего списка. Инициализирующим значением будет, естественно, первый элемент, как нам и нужно. Ну а остальную свертку делает функция fold. Ну теперь после того, как мы определили функции folder и fold с суффиксом 1, мы уже можем легко написать функцию, например, поиска наибольшего элемента в списке. Функцию максимум. Функция максимум означает всего лишь левую свертку с суффиксом единицы на нашей функции max, которая, напомню, выбирает наибольший элемент из двух переданных нее элементов. По типу, а это как раз то, что нам надо, ну, поскольку нам нужно сравнивать на неравенство для того, чтобы использовать функцию max, то здесь в функции максимум возникает контекст орд. Функция минимум определена аналогичным образом. Продолжение следует...